Привет всем любителям пошаговых глобальных стратегий! Вы видите и слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет, и я продолжаю на уровне сложности божество проходить Seedmare Civilization 6 за Грецию, Горго, Спарту. С определённым челленджем, но лучше о нём я расскажу в первой серии, если вы не в курсе, собственно, что происходит, то лучше перейдите к первой серии, начните смотреть с самого начала, ссылка в описании, в прикреплённом комментарии, там всё рассказывается. Всем остальным приятного продолжения просмотра и большое спасибо спонсорам за поддержку, спонсоры, кстати, благодаря этому могут все серии сразу посмотреть. Продолжаем, продолжаем спартанить, я планирую попробовать победить тут культурой, напоминаю, мы ещё в Золотом Веке, кстати, находимся, плюс 3 золота за каждый специализированный район в зарубежном городе, хоть как бы тут денюжки подзаработаем. Кстати, а куда вот тут, куда вот тут эта дорога бежала, но это не мой караван, это кто-то посылал. Вот тут, кстати, хорошо бежит караван, тут дорогу проведёт. Отличненько, так, и у нас ещё там, так, я Кагуану захватил, один ход остался до исчезновения от стека, потому что отвалится по лояльности. Возможно, даже и заберу, ну, явно он ко мне, хотя, хотя... Ну, кстати, посмотрим, как в следующем ходом будет видно, к кому он отваливается. Так, хочу ли я здесь фермы строить? Тут у меня для промышленной зоны оставлено. Тут я был бы не против, чтобы появ... А, кстати, я тут хотел купить, нет, не могу купить пока. Тут я хотел гавань построить, чтобы ещё одну галеру сделать. Вот так, одну галеру я тут купил. Стоим, лечимся дальше. Две гавань... Ну, я не хочу открывать, пока не будет второй галеры, чтобы сразу две каравеллы апнуть. Создать арбалетчик. Так, вот эту можно открыть, потому что я следующим ходом это ускорю. Оружейную. Оружейную в Афинах. Собственно, после кампуса начинаем сразу здесь военный лагерь строить. Так, тут что-то в очереди стоит центр коммерции, военный лагерь. Чтобы оружейную сделать, тоже ускорить. Что ж. Спартанские рабочие. Пилоты, наверное. Блин, один заряд. Но мне надо здесь, видимо, вырубать лес и ставить... Шахту. Здесь поехали ремонтировать все, что я разграбил. У меня... У меня вообще надо два арбалета сделать с другой стороны. Но карточки на апгрейд не стоит, поэтому пока просто стоим тут. Так. Надо как-то к Еревану прорываться. К Канди я уже думаю... Блин, ну тут, конечно, дороги нету. Очень плохо. В Ереване, кстати, и стен еще нету. Остальные тут стоят. Этот лечится. Этот лечится. Этот лечится инквизитор. Так, ну мне пока инквизиторов негде использовать. Пора ли мне уже покупать миссионеров для отправки в Бразилию? Я полностью укрепил религию, так? Что я в городах могу такого построить, чтобы это дело улучшить? Там, по-моему, чудо было... Монсен Мишель. Но это для апостолов. Я бы сейчас чисто миссионеров... Вот в нижнюю часть я бы сейчас миссионеров чисто отправлял. Поэтому... Просто можем покупать уже... Миссионер. Миссионер. Давайте вот чисто в ближайшем... Миссионер. Пока так. Потому что это... Хотя в Спарте, наверное, тоже давайте. Вот так четыре. Сделаем. Потому что у этих... В этих странах нету религии. И мы можем просто обращать с миссионерами. Тут апостолы прям так не нужны. Серьезно. Наверное, шахту сделаю. Так, давайте вообще посмотрим, какие у нас тут клетки обрабатываются. Спарта. Все верно. Все верно. Эфес. Чтобы в четвертом радиусе не было клеток. Если есть, чтобы передать другим городам. Малиналька. Ну, в принципе, норм. В принципе, мне все нравится. Так, этот миссионер сейчас исчезнет. В следующем ходе. Хотя может успеть Малиналька, наверное, обратить. Так, этим конем что мне делать? Это вообще морской клан. Тут он не будет отсюда. А если он будет морские юниты делать, меня не особо беспокоит. Это может даже для моих галер хорошая прокачка будет. Я бы тут хотел, чтобы появился город-государство, на самом деле. Почему нет? И здесь, в принципе, город-государство неплохо. Хотя, что тут мы можем? Линейных пехотинцев. Не, пожалуй, не хочу пока. Вот тут надо вырубить и ферму сделать потом. Блин, реально, куда мне этого коня? Давайте какой-нибудь сюда, чтобы смотреть, что там вообще у немца происходит. Так, этот лечится. Рыцарь. Не могу попросить у немца право прохода, потому что... Когда вас... Ну, кстати, русского надо осудить. Это понятно, что мы надеем... Мы осуждаем их всех в надежде, что они нам объявят войну. И они тогда будут... То есть, шанс того, что они будут нормально нападать выше. Немец решил Махенджа Даро взять. Это хорошо, что у него юниты в ту сторону пошли. Так, здесь я сделал строителя. Дамбу я решил тут не строить. Соответственно, Кведук тоже. Ну, наверное, я бы продолжил даже строителя. Отсюда просто далековато отправлять миссионеров. Я просто поэтому и покупаю чисто здесь, где поближе. Кстати, а можно еще здесь купить Ереван и Трир обратить? Это тоже хорошо поработает на меня. Там у Рапи Анкарват построил. Я только в этот ход его открыл, а он уже построил. В эфисе недостаточно счастья. Кстати, это возможно мы с японцем прекратили торговлю. Нет, не прекратили. Недостаточно жилья. Недостаточно жилья. Давайте посмотрим, какая ситуация по техам. Наука, вход. Ну, я себя уже неплохо чувствую. Тут, конечно, мне вот с теми горами инкскими, которые от инка конкретно повезло. И еще повезло с резолюцией на конгрессе на науку. 31-30 человек в трех технологиях. То есть технологии... По технологиям я уже, в принципе, догнал. Потому что встреченные где-то далеко. Но мы попробуем религиозную победу сделать. А вот это сложновато будет в такой ситуации. Но, опять же, если бы я объявлял всем войну сразу, я бы даже не пробовал религиозную победу. Тупо потому, что это просто было бы невозможно. Мне бы моих миссионеров-апостолов убивали и все. Так, ну что? Монтесумы больше нет. Тут какие-то варвары... Да, отваливается ко мне, кстати. Ну, просто поубиваем, чисто попрокачивать рыцаря. Тем более, что это дает культуру... Так, аккуратненько. Еще культурка привалила. Так, давайте миссионерами начнем работать. Интересно, что тут не открыта, кстати, территория еще. Так, а этого в эту сторону отправим. Конечно, еще желательно еще на дороге как-то провести. Иначе миссионеры медленно бегают. Так, держу этого инквизитора здесь на случай, если русский придет. Апостолами. А этого, наверное, все-таки надо... Ну, я вообще считаю, что отсюда кто-то придет. Так что я бы, наверное, в шачикалька держал. Ну, реально, как бы мне здесь дорогу сделать? Пикинер. Там все лечатся. Я не поплыву через озеро. Не волнуйтесь. Ой, я миссионер... Инквизитора случайно купил. Вот это ошибка! Заня, почему ты мне так постоянно похожи? Миссионер-инквизитор. Виноват. Да. Так, что строили? Два трибушета я ускорил, да? С одной тактику. Что дальше? Ветучий отряд. А, кстати, я же рыцарем еще кого-то убил. Я сейчас еще ускорил открытие кавалерии. Отлично. Два арбалетчика. Оружейную. Две гавани я не построю. Два форта. Это оружейную, когда построим. Две мастерские. Кстати, у меня есть вообще еще одна производственная? А, ну вот она. Мне мастерскую тут можно купить будет. Так, этих отправляем, видимо, в куска. Так. И так. Ну и, пожалуй, не надо останавливаться. Миссионер. 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 Наверное, и в Аргасе еще миссионера. Что, у меня 30% силы влияния вокруг. Я думаю, это мощно будет. Так, ну, надо, видимо, сверху бежать. Скаутом дальше. Что ж нам тут строить? Два хода до возможности ставить район. А какой я буду район ставить? Центр коммерции или производственный? Ладно, все равно два хода. Поэтому, видимо, рыцарь нам не нужен. Может, еще трибушет построить? Ладно, давайте еще трибушет. Осадные. Просто так всегда лень осадные юниты строить. Сейчас я вам скажу. Потому что карточки на них нет. Так, тут университет достраиваем. Интересно, сколько я получаю сейчас денег с верований? 40 монет уже с верований имею. Ну, кстати, неплохо. Блин, там... Меня прикалывает, что... Так, дипломатизм. Так, дипломатическая служба. Производство шпионов. К союзнику это не будет работать. Постоянное посольство. Канцелярия шпионов можно будет. Так, может, я думаю, вот к производству шпионов поставить и шпионов именно сделать. Так, вот это мы оставляем точно, потому что это работает и на гавань, и на военный лагерь. Я сейчас в двух местах это строю. Я думаю, что место содержания юнитов сейчас поставить на апгрейд юнитов. Потому что мне надо и в арбалеты апнуть. Две штучки. Причем одну из них, вот эту точно. Тут против варваров, чтобы... Тут стоим, лечимся. Тут... Тут... Наверное, сначала галеру, потом маяк. И вот здесь апнем в арбалет. Ускорили литье. Постройте оружейную. Пока военную науку давайте открывать ради линейных пехотинцев. Так, этот идет сюда. Ну, тут, чтобы открыть территорию. Вот тут надо как-то дорогу проводить. В Афинах недостаточно жилья. Не удивлен. Такие горы вокруг. Невозможно жить. Так, тут ремонтируем. Блин, как тут дорогу лучше-то провести? Ну, мне надо, наверное, просто в Ереван отправить караван откуда-то. Просто в Ереван. Так, этот... Зинь тут надо держать. Что-то я инквизиторов лишних сделал. Тут вырубаем. Тут, наверное, делаем ферму. И дальше... Что нам дальше? Просвещение, гуманизм, меркантилизм. Вообще меркантилизм можно. У нас тропические леса есть, да? Давайте порвуем меркантилизм. Прикол, что я до сих пор, типа, без Акрополя. Не знаю, вот мне интересно, когда я построю Акрополь... А, и без политической, кстати, площади. Вот это интереснее. Вообще, я думал вот здесь поставить политическую площадь. Все-таки. Давайте храм. Сейчас появится тут 10 жителей. Возможно, я здесь и поставлю. Или вообще Воскопоцалька. Мне кажется, вот тут имеет смысл политическое. Потому что во всех других... Ну, вот тут центр, кстати, не занят. Но у меня просто уже нету районов строить. То есть я все нормальные... Те районы, которые мне были нужны, я в других местах сделал. Не знаю, не знаю. Так, а что у нас там с генералом? Может, все-таки купить генерала? Средневековье и Возрождение. Если я буду апаться, это уже промышленная эра. И кавалерия. Мне надо уже, мне кажется, генерала промышленной эры скорее. Так, тут опять же, напоминаю, что не пройти. Но я могу просто его от... Да нет, туда не надо. Тут надо вот Трир и Ереван обращать. Надо даже так быстрее. Не, ладно, пока сюда просто иду. Так, бомбарды. Есть какой-то вариант, что я апну в бомбарды? Кстати, есть. Надо пока освобождать место. Всех вниз отправляем. Так, инквизиторы тут сидят. Блин, так неудобно юниты, конечно, переводить. Еще культурка привалила. И Тлокопан отвалится через... Не отвалится, а присоединится. Ну, смотрите, тут вообще есть серебро, да? Три риса. Нет, в принципе, выглядит неплохо. В принципе, неплохо. Почему нет? Наверное, оставлю себе в итоге. У меня даже уже рабочие есть. По-моему, эти города не будут никаких юнитов делать. То есть я два юнита убил, больше тут юнитов не появится. Блин, ну что вот тут делать? По процентам религиозного влияния. А на кого тут с малиналька религиозно влиять? Ну, просто исследовательские гранты не хочется делать, раз мы решили... Попробовать побежать. А, шпионы, ребята, шпиона. Черт, совсем забыл. Что поставил карточку на шпионах. Тем более, тут будет куда отправлять шпионов. У меня ни с кем нету союза. Слушайте, а я, конечно, вообще побеждал? На огромной карте. А корабль не появился, да? Черт. Появился, слава богу, блин. Что-то показалось. Ладно, я постою, полечусь лучше. Так, тут вырубаем лес под кого? Под Тиночтетлан. Блин, я, наверное, прошлым ходом, кстати... Гурдвару покупаем. Надо было еще миссионеров покупать. Так, тут жилье появилось, когда Гурдвару купили. Я просто, я вот не очень понимаю, нужно ли мне миссионеров, или лучше уже апостолов. То есть, миссионеры, это когда религия не распространена. Все распространение религии улучшит отношения с инками и бразильцами, на которые как будто все равно постоянно осуждать. Какая биполярочка немножко. Я двигаю Трибушеты не потому, что не хочу их апгрейдить, а чтобы было место, куда ходить вот этим юнитам. Так, в итоге промышленная зона плюс один. Наверное, центр коммерции. Просто тут промышленности так есть за счет всяких холмов. Понимаете? Я бы, наверное, тут и поставил на плюс три, тем более. Есть банк в эфисе. Нету жилья. К виду, сюда некуда ставить. Ну, вообще, как бы, эфис, судя по всему, достиг максимума своего развития. На самом деле. Давайте, наверное, ладно, давайте еще водяную мельницу. Хотя, блин, зачем тут водяная мельница? Она не дает жилья, правильно? А расти сюда, их здесь некуда. Поэтому давайте молитву в священном месте сделаем. Всем народам идем в Гурдвару и там молимся. Так, ну что, попрокачиваем немножко еще рыцаря об город. Слушайте, а я его так могу захватить. Что мне ждать? Пока он присоединится, верно говорю? Пошли, наверное, к серебру сразу. Ну, вообще, Мохенджи Дару союзник этого немца. Неужели он будет забирать тот город, чей он союзник? Сюзерен. Блин, что так много недовольства? Просто не хватает. Просто не хватает довольства. Блин, мне надо реально остальных встречать, чтобы с ними торговать. то у меня тут минусы вылазят всякие. Давайте я светилище куплю. Я буду строить сразу храм. Мокша в Афинах сел. В Кагуане все отремонтировано. Так, ну, Священка тут на плюс два максимум. Видимо, Кампус тоже на плюс два. Наверное, гавань давайте. Ух ты, плюс четыре. Нормальненько. Неплохо. И рыбу, кстати, можно еще обработать. В Теначтетлане два хода до еще возможного района. Так. Но молитвы тут, мне кажется, нету смысла. А, давайте строители два хода. давайте в Эфисе наверное еще два миссионера на всякий случай. На самом деле, возможно, лучше это, конечно, апостолов покупать будет. Но, опять же, апостолов только когда мы Ереван освободим, потому что Ереван будет давать любую прокачку. А нам нужны прокачки апостолов, которые убирают религию из заморских городов и с утроенной силой распространяют свою. Есть такая прокачка. Академия, кавалерия, линейные пехотинцы открылись. Так, нам надо будет два линейных пехотинца. Мгновенно строят в этом районе банк и рынок. Банк получает две ячейки шедевров. Вообще, по-моему, вот в Афинах я строю коммерческий район, но тут я собирался ну, военную академию сначала надо. То есть, тут наверное давайте казармы построим, потом оружейную купим. То есть, в принципе, что-то деньги ушли. Какой-то караван нет. Куда деньги делись? То есть, смотри-ка, даже не распространяется. А сколько тут всяких других религий. Апостолы хороши убиранием религии из чужих городов. А, тут у нас вот есть апостол синтаизма. Откуда-то приперся, вообще непонятно откуда. Наверное, я возьму этого торговца. ну, кстати, мне тут больше нравится торговец, который я взял. удастся. 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 тяжело тяжело с этой стороны. Я тут четыре хода теряю, просто потому что иду не по дорогам. Так, а у Шотландии своя религия? Нет, это вавилонская. Слова я была у ацтека, которого нету больше. Вьетнам, Россия, Япония, Вавилон, Аравия. Причем у Аравии, извините, по-моему, там два города, что ли? Три города. У Аравии три города в религии. Какого хрена он привел сюда апостола вообще? Что-то очень смешное. Может, что-то показать принес? Говорит, царит зырь, что у меня есть. Так, значит, этого парня мы перебрасываем в Афины. вот тут у нас центр коммерции строится. Он будет ждать своего часа. Так, вот тут интересный вопрос, куда нам отправить шпиона. Я считаю, где больше всего денег будет. тут 126, 105, 201. Тут вообще нету центров коммерции. 126, 69, 282. Вот тут смотрите, сколько на данный момент можно украть. Ну, тогда похоже в этот Вьетнам. Там неплохие денежки капают. Так, в принципе, теперь можно каравеллы открыть. раз ждем оружейную. Я, наверное, сейчас арбалетами пойду вот этих обстрелить, но не захватывать, а просто обстреливать. Опыт получать. Тут очень хорошо. Фермы друг на дружку действуют. Очень приятненько можно даже подрасти. Мариналька нет. Прикол, я реально захватываю город просто одним рыцарем. Так, походили, походили. Просто в спарте стоим. Так. Блин, мне реально не хватает вот тут дороги очень сильные. тут не хватает дороги. Прям ты хоть в Сальвадор Дебай и в Сан-Паулу отправляй караваны просто так. так. Вот это, кстати, конечно, не очень все хорошо, потому что это, собственно, отодвигает нашу возможную победу по религии. тут шпионы завершили. Экведук дамба нет в очередной раз. Сколько там надо нам линейных пехотинцев, которые тут, опять же, обозначены типа три линейных пехотинца. То есть у нас надо, чтобы было три латника, а у нас их два. Давайте латника, значит, сделаем. Причем удивительно, латники апаются в линейных пехотинцев, но у меня доступны те и другие для строительства. Стоп, не в линейных пехотинцев разве? А, я мушкетеров еще не открыл. Да, они апаются в мушкетеров. Чтобы апнуться дальше, надо, чтобы у вас было открыто. Да, точно. Ну, как раз латника открою. Здорово. Петр прекратил атаковать Канди. Утомился. Такой, ладно, не возьму. официальную инженерию ускорил. Ой, строительную инженерию семь разных районов. Логично. Блин, тут аж два с половиной, тут идти некуда, ладно. Стоим в очереди, а тут миссионеры в очереди на рассказывание историй. будет очень смешно, повторюсь, о семье инквойну объявит. И минус все мои миссионеры. Но я не думаю, что он объявит войну, потому что у него нету своей религии. У него не принята никакая религия. Отлично. Куска обращено. Слушайте, а инк, кстати, с бразильцем, так, вот этого чувачка надо продолжать осуждать. Инк с бразильцем не воюет, но зато воюет с Саладином. Интересно. А это как? Вы видите, откуда, типа, пишет? Тут явно где-то еще есть тоннель. Давайте проверим. То есть, смотрите, вот это горная гряда, выход вот здесь и тут реально отсюда выходит миссионер. Это, удобненько. А сюда нет, да? Слишком много идти надо. Все равно подходим к этому месту, потому что тут, очевидно, очень неплохо перемещаться можно. нету нынию. Я отсюда быстрее дарею до жанейро добрался, чем вот через эту вот всю фигню. просто интересно, есть ли кто-то внизу. То есть, у меня по ощущениям должен быть какая-то цивилизация ниже Кузка и Бразилии. Судя по тому, кого они встретили. А, нет. Бразилец встретил всех, кого и я встретил. Ну, хорошо, там, может быть, внизу вот, например, Япония, но Япония своя религия. Так, тут нам нужна мастерская, нам две мастерские требуются. Тут у нас промышленная зона 6 производства. Тут бы, конечно, будет, надо бы поставить соседство уже промышленных зон, тут уже будет в тему. Так, третий латник готов. Поехали, рыбку обработаем. Слушайте, у меня же будет две гавани, ну, ладно, что я там. Давайте галеру апаем до каравеллы. Тут идем сюда на холмик вот эту фигню обстреливать. Так, и готов маяк. Готов маяк это значит, что можно караван делать. И мы его делаем. Не, подождите, в течетлане надо какой-то район ставить. Промышленная плюс два. А, так у нас тут только промышленная. Вообще, давайте, наверное, поставлю сюда промышленную зону. Пожди, хотя у нас тут акведук еще ставится. Черт, а дамба здесь. Блин, мне где-то здесь надо все-таки поставить будет дамбу на этой реке, но сначала промышленную зону, видимо. Блин, я еще думал вообще-то сюда акведук, сюда, я вспомнил, я хотел правительственную площадь вот сюда бахнуть. А где у меня шанс вырасти больше, в Теначитетлане или Воскопоцалька? Походу, одинаково. Ладно, давайте смена и правительственную площадь сюда. Вот так мы сделаем очень странно. Так, а торговца мы в Малиналька бахнем. открыть просвещение, построить оружейную. Вот так, давайте я следующим ходом, по-моему, покупаю оружейную. Какая хрена, что куплю, у меня, по-моему, не должно хватить денег на нее. 390, ну, конечно. Ладно, что-нибудь японцу продам тогда. Давайте помечу уже себя на будущее, что тут у меня акведук, тут промышленная промзона, а тут я хочу еще все-таки дамбу поставить. Ну, просто жалко, вот эти клетки обработаны и столько дают уже. Так, вот тут явно нам ферма требуется. Ну, и что тут обрабатывать? Вот тут шахту надо сделать. так, а фиг ли тут? Я, я, офигею, с араба, конечно. Что он тут свои юниты эти? Господи, ты прикалываешься, араб? три города и апостолы идут почему-то сюда. У меня появилось непреодолимое желание ему войну объявить. Не хочется миссионеров просто пока подставлять. Ну, и как бы поубивать ему апостолов. зато он воюет с инком, например. Может, сразу уже войну объявить? Ладно, посмотрим, куда апостолы пойдут. Ну, вообще, по-моему, араб не прав. еще я могу уже сейчас, наверное. Ладно, давайте арабу объявлять войну, потому что мне его апостолы не нравятся. Объявляю официальную войну. Ну, а ты что думал? Ну, так, минус к синтаизму. Кто к нам с апостолом придет, тот от официальной войны погибнет. Ну, он не погибнет, конечно, что я. Это я так. зря пугаю его, конечно, он не погибнет еще от официальной войны. О! Афины в Спарту бегали. Так, давайте смотреть в Бразилию. Какой тут максимум? В Рио-де-Жанейро. О! То, что надо. Побежит. И в Сан-Паулу, кстати, дорогой будет, но я в Сан-Паулу чуть... чуть в другой момент. Надо сначала тут дорогу провести. О! Слушайте, появился лучник. Давайте сейчас лучника убьем. Все-таки делают юниты эти города. Так, тут в Ресифе. фига тут кораблей тоже какой-то где-то лагерь видимо стоит. Самарканд. Самарканд союзник. А где Самарканд? Ага. О, могу поддерживать. А, ну я же строю, да? Я строю караван. Так, тут мы стоим, ждем, когда центр коммерции построится. Колизей. Ну, Роберт Брюц с Колизеем это прикольно. Ну, вот, видите, он моего миссионера апостолами атакует. это не нравится. Фига тут уанаку начинает падать потихоньку. так, а что тут так сильно влияет на уанаку? Как раз синтаизм. Ну, чтобы обратить друзья, сколько городов у Инка? Почему я только два вижу? Такое ощущение, что у него два города. А, у него два города, подождите. А у него что, захватывали города? Кардив, Аден, нет, это точно нет, Бразилия. Тоже ничего нет. То есть, Инк просто смог только два города поставить? Что-то грустненькое. 10 манаус. я так понимаю, что Инк теперь в моей религии и Бразилец в моей религии. Блин, я бы хотел еще как-то вниз пройти. Неужели, неужели там варварская вольница? Но у меня проблема, что я плохо карту вижу. И вряд ли смогу ее нормально открыть вообще. Будем честны. отходят, надо полечить этого миссионера, чтобы он нормально распространял. Боже, калинка. Вот не хочется только... Блин, я вспомнил, что мне тут еще надо было дорогу, мне надо к немцу кого-то отправить. какой-то караван. Наверное, я вот этот караван все-таки к немцу отправлю, потому что тут мне важнее дорога, чем из Аргаса сразу. Там мне важнее дорога, чем здесь. Еле-еле юниты ходят. А вот у нас где... блин, тут я и так могу построить. А тут в Афинах мне есть что будет... Есть что строить и... Во-первых, этот купить оружейную 390. Мне 16 монет надо. Японец. Японец. не нужно. Блин, что-то жалко. За 16 монет-то. Может, тогда просто золото в ход? Ага, это же 10 за однократное. Блин. О, слушайте. А у чувачка-то тут пояс Пресвятой Богородицы. это же для нетунынию главное... Да, блин, невозможно, когда вы осудили, невозможно, не знаю, баг это или фича, но невозможно сделать договор равным, посмотреть. блин, пояс Пресвятой Богородицы очень хочется. Ладно. Мне надо сейчас покупать уже. Поэтому принимаю эту немножко нечестную сделку. каменолом не получают производство, каменоломен нету. Так, давайте литье откроем. Ничего интересного. давайте апну еще этого. А, у меня денег нет. Точно. Так, в Афинах центр коммерции достроен. Роберт Блюз... О, Вологда начала отваливаться. Он так нормально отваливается. Ну, как я говорил, пожалуй, я оставлю тлокопан себе. Завершен храм, строим гурдвару. Наверное, строителя тут есть, что обработать. так, в тлокопане, конечно же, монумент, а потом амбар. Появляется серебро, которого у нас не было. И грекам становится жить намного веселее. Так, может, все-таки вернуть три бушеты на апгрейд? туда-сюда их только перемещаю. Ну, я вижу, что тут гора. Почему сюда подходить? С другой стороны, я не понимаю, куда мне миссионерами идти дальше. все-таки, наверное, я много миссионеров взял, потому что мне достаточно было обратить бразильцев всего. Наверное, в Шотландию пойдем. Вот те города, которые не обращены, как-то вот тут надо проходить. пожалуй. Так, ну вот тогда мне нужно все-таки и здесь дорога тогда. Вообще, надо бы уже оперировать все-таки апостолами. Мне для этого надо понимать, для этого мне, во-первых, нужен Ереван, а во-вторых, понимать, куда ими идти. Миссионеры, ага, тут, видимо, тоже горы. Миссионеры уже практически свое дело сделали. необычные, а вот это в но тут жалко, конечно, эту клетку не выкупил, тут бы еще военный район в сторону Сан-Паула неплохо стоял, А с другой стороны, у меня в Эфесе не будет так много жителей, чтобы вообще хватило на военный район. Так, тут пытаются апостолы обратить Трир. А давайте, наверное, вы не зря беспокоитесь объявления войны. Не то чтобы мне... Я не хотел бы его обманывать. Помог сказать, я же еще не готов к войне, но я бы решил, ну что будем притворяться. Странно, почему здесь сразу закончился ход? Что-то непонятно. Опа. Вот это неприятно, кстати. Тут он довольно больно может по арбалету бить. Давайте-ка мы на помощь пойдем. Потому что это более крутой пикинер, считайте. Так, мне нужно... 46 золота. Так, продолжаем обвинять Вавилон, осуждать точнее. У японца денег, видимо... Ну, у меня уже японцу нечего предложить. Да и денег у него немного. Рыцарем лечимся. Да, мне надо требушеты еще апать в бомбарды. Столько всего. Ну, я уверен, что тут... Будут эти... Горы. Ну, а миссионеров везти... Везти кораблу опасно. Блин, Абердин... Не был обращен и обратился. Ну, какие-то мои последователи есть. Ну, в принципе, мне некуда больше девать миссионеров. Мне, очевидно, надо обращать... Ну, то есть просто потратить их заряды на шотландца. А тут будет влиять уже бразилец. Дальше. Просто смотрим... Куда ближе им тут бежать. А, они все через Абердин проходят, да? По-другому никак. Может, Ают Хаю пойти обратить? Кстати, у меня влияние больше всего. Все-таки вот это... Странствующие проповедники неплохо работает. Изобретение открыли. Через гуманизм, да? Ну, пока не буду ничего менять. Хотя... Хотя, может, ветеранство заменить? Дисциплина... Где-то есть... Сила юнитов... Чисто религиозных, по-моему. Тринадцать с половиной... Двенадцать... Гражданский авторитет. Вот. Все религиозные юниты получают плюс пять к религиозной силе в теологической баталии. Вот это, возможно, стоит поставить. Хотя, с другой стороны, я заменяю красную карточку. Нет, давайте верну. Там я еще строю гавань кое-где. Так что давайте ветеранство пускай стоит. Еще и в линейных пехотинцев мне надо. Мне, короче, денег не хватает. Серьезно. Блин, может, все-таки в правительственной площади. Мелодия чем-то напоминает музыкальную тему Гарри Поттера, да? А это, по-моему... Блин, кстати, а чья это тема? Это какой цивилизации? Пускай я не помню. Напишите в комментариях. Ой, мискликнул. Так заслушался, что мискликнул. На мастерской в Спартак. Так, мы тут в Спарте что-то тоже ускорили двумя мастерскими индустриализацию. Ну, литье я бы открыл, потом в индустриализацию. Так, литье сказал, потом в индустриализацию. Пока стоим. Тут тяжело, да? Давайте из Аргаса все-таки здесь. А, блин, я же хотел к немцу сначала дорогу провести. Фак. Теперь хрен во мне... Ну, я тогда из Аргаса придется к Инку отправлять, очевидно. Тут-то дорога пройдет. Такой, боюсь, как бы она вот так не пошла. А, черт. Надо напоминать, что мы военными инженерами можем еще дорогу прокладывать. Собственно, я в Афинах сделаю военного инженера. Сюда отправил, чтобы вылечить миссионера. Всех миссионеров к шотландцу. Ждем возможности апнуть в каравеллу. Один заряд. Я бы, наверное, в тлокопан вот лошадей обработал. Блин, а тут мечник немецкий. Что-то я не обдуманно, мне кажется. А, и Махенжидару еще союзник. Не обдуманно я как-то союз... Войну объявил ему. Забыл, что тут не пройти еще, к тому же. Так, ну давайте, наверное, молитву в священном месте. А не банк. Тут закончил молитву в священном месте. Киш обратился. Я бы тут, наверное, продолжил молитву в священном месте. Мне это нравится. Молимся, чтобы весь мир не унывал. Торговец. Давайте, наверное, дамбу... Таки поставлю. Да, вот тут я немножко тупанул. Ну, точнее, я с темцем вообще тупанул. Я и караван должен был сначала к нему отправить, чтобы хоть какая-то... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как апостол-то по миссионеру хорошо. Сработал. Это было больно. Так, ну тут мы радостно... У нас возрождение 10 ходов. Мы тут явно выйдем в темный век. Даже как-то... Особо без шансов. Так, давайте зал для приемов. Продолжим. Тут. Продолжаем обстреливать. О, могу в Стрельцов и Пикинеров апнуться. Ну, я бы, наверное... 146. Блин, каждый ход, что ли, по галереи делает? Библиотека, верфь, универ. Наверное, все-таки универ. Так. Лиан, Рейна, Амани. Я что-то захотел Мокшу прокачать, честно говоря, до... Святого Покровителя. Вместе с первым повышением. То есть, два повышения, получается, понимаете? А в связи с Ереваном, а мы надеемся, отобьем Ереван, я очень крутых могу апостолов делать. Ну, вот это вряд ли мне понадобится. Давайте сразу исцеляются. Вряд ли кто-то ко мне тут придет... Распространять религию. Точнее, доберется вообще до города с Мокшей. Кстати, может мне его пересадить? Чтоб сюда, блядь. Давайте, может, мы пингалу пересадим в Малиналька? Потому что там больше жителей как-то. А Мокшу в Спарту. Так, дальше. Рынок завершен. Так, давайте посмотрим, как, во-первых, тут... Ага, хрен, я тут отправлю караван, как я хотел. Да. Ну, блин. Тогда давайте, наверное, из Эфеса просто вот в Сан-Паулу. Просто, чтобы тут быстрее дорога проведется. А то пока из Аргаса он сюда дойдет. Потеря хода, короче. И в Аргасе еще караван давайте делать. Блин, вот было и требуется. Что тут вообще так неудобно с этой дорогой? Вообще не понимаю, как мне этот караван долбанный... Э, Ереван, извините. Как мне этот Ереван долбанный брать? Ну, сюда пойду апать. Черт. Тут у меня очередь просто стоит куда-то идти. Ну, нормально. Всех отправляем в Шотландию. Все миссионеры должны посетить Шотландию. Посмотрите, как там круто. Слушай, а постройка фермы не уберет? Слушай, тут болото. Я вот не помню. Так, тут все обращено. Ну, какие-то города. А я как эти все города... Бразильца вижу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да, все. Это явно... А, это вообще ГГшка, между прочим. О, тут пройти можно. Нету нынию. По-моему, классное название для религии сделал. Вьетнам объявил войну Фридриху Барбароссе. Это интересно. Вопрос. Там, случайно, у Вьетнама не было крестового похода? Нет. А вообще, кто-нибудь крестовый поход брал? Да, брал. Православие. То бишь... Россия. И Россия, по-моему, в войне с Вавилоном вместе с Шумером. Да, зашибись. Инг в войне с Саладином. Бразилец со всеми дружочек. Шотландец со всеми дружочек. Вьетнам с Германией. Ну, собственно, все. Поменяли местами Губеров. Дальше начинаем подкрадываться и распространять религию. Но к чему это приведет, я думаю, я вам уже покажу в следующей серии. Спасибо, что смотрите. Ну, в принципе, ничего. Так получается. Хотя, если бы я сейчас, наверное, в науку ударился, то тут бы уже... Было бы... Нет к унынию... Нет унынию путь к спасению, ребята, вообще-то. Нет унынию путь к спасению. На жителей три раз не зашло озарение. Они принимают новую религию, даже несмотря на войну с Грецией. Конечно, нет унынию путь к спасению. Кстати, имейте в виду, в христианстве это один из смертных грехов уныния. Не унывайте. Не унывайте. Новая серия завтра выйдет. Спонсоры канала могут прямо сейчас посмотреть. А на этом все. Играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока.